Как вы знаете, сейчас в Америке выбирают президента. За кого вы бы сами проголосовали? За Трампа или Байдена? Ну, не знаю, наверное, за Трампа. Я не знаю, если честно, мне они оба выбираются. Но скорее за Трампа. Мне кажется, для нашей страны лучше проголосовать за Трампа. И почему? Рубль будет жить. Не, ну если бы я был в США, наверное, за Трампа. Конечно, я белый, нормальная ориентация, средний класс, наверное, за Трампа. Ну, я симпатизирую Трампу, так сказать. А я почему? Не знаю, он прикольный человек. Мне просто не нравится Трамп, чуть-чуть. А так я не знаю второго кандидата. Ну, точно не за Трампа, если все знают про второго кандидата, но за Трампа я точно проголосовала. За кого вы бы проголосовали, за Трампа или за Байдена? Байден. А что вы знаете о Трампе? Вметение ЛГБТ-комьюнити, в основном это всё, в чём я разбираюсь. А это наш? Трампа. И за чего? Я думаю, что он сейчас хорош для Америки. Он сконцентрирован на внутренних вопросах и не лезет во внешнюю политику. Ну, наверное, за Байдена. А почему за Байдена? Ну, потому что Трамп болеет, пусть отдыхает, пусть лечится, здоровьем занимается своим. Наверное, за Байдена, но вряд ли бы я вообще был сам. Знаете, мне не нравится ни тот, ни другой. Трамп уже очень непредсказуемый, а Байден уже пенсионер. А если бы нужно было бы выбрать между двоим? Владимир Владимирович там подошёл бы. Хорошо, спасибо. Варианты другие, третьи какие-нибудь есть? Ну, не голосовать, конечно же. Не голосовать. Ну, я думаю, что проголосовал бы за Трампа. Трампа. А почему? Ну, я считаю, что это более предсказуемый президент, который проявляет заботу о среднем классе, который, в общем-то, поддерживает хорошие отношения с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. Ну, и во всяком случае, за четыре года президентства мы знаем, что от него ожидать. Я знаю только про Трампа, про то, что слышала, что за Гинни Сассекса, к которой я хочу тоже участвовать в выборах, это всё, что я слышала. И, наверное, я не готова выбрать кого-то одного, потому что я не знаю, какая политика у одного и у другого. Я знаю, что Байден старый, но очень. И, вроде как, все за Трампа. Но я не разбираюсь в том, кто за с кем выступает. А почему за Трампа? Ну, потому что Байден уже достаточно старый, хотя Трамп тоже не очень молодой. Но у них там у всех старческий маразм. Поэтому, честно говоря, из двух зондов выбирать меньше, поэтому, наверное, Трамп. Если сравнивать его с предыдущими президентами, Трамп не развязал ни одной войны. И, наоборот, старается все американские войска вернуть обратно домой. Меньшинство себя очень хорошо там ощущает. А какие меньшинства? А у ГБТС в обществе. В политике есть такое понятие, как предсказуемость. Мы уже понимаем, что от него ждать. Что ждать от Байдена, мы не знаем. Но, тем не менее, знаете, есть такое понятие. Он дурачок, но наш дурачок. Мы понимаем, что от него ждать. Его позиции по всем договорам. А что ждать от Байдена, совершенно непонятно. Следовательно, любые меры, которые мы имели, там, ответные шаги предпринимать, они могут выйти за рамки прагматизма. Так что для стабильности лучше Трамп. А почему за Трампа? Честно, мне не сильно нравится позиция Байдена. Особенно по поводу России. А как он к России относится? Негативно крайне. Не поддерживает самих. Ну, Байден, он совсем русофоб. Поэтому я, если из двух зол выбирать меньше, то я бы выбрала Трампа. Потому что Байден, он абсолютно ненавидит Российскую Федерацию и всех наших людей. И я смотрела и неоднократно его интервью. Наблюдала за его политической деятельностью и поняла, что, наверное, он развяжет войну, если это получится. То есть это человек за войну. Сто процентов. То есть вы думаете, что Байден что-то изменит в стране, да? Ну, Америка это же не Россия все-таки. Поэтому там не столько президент меняет. Ну, они оба старые. И что могут сделать два старых человека, которые дорвались до власти? Мне кажется, ничего. А почему вам не нравится Трамп? Влияние от социал-медиа, не знаю. Много моих подписок против его. А что они говорят? Вот это уже сложный вопрос. Ну, не знаю. Мало кому нравится, его считают расистом. По-моему, это не очень круто. А как вы относитесь к тому, что Трампа обвиняют в том, что он расист, что он к женщинам плохо относится, к LGBTQ? Я думаю, что это больше пропагандистская кампания, направленная именно на предвыборные дебаты, на решение предвыборных вопросов. На самом деле, я считаю, что средний класс к нему относится хорошо. Ну, смотрите, вы же спросили из двух зов. То есть ни один из них не лучший. На другой стороне я не являюсь гражданином Америки, и мне сложно судить за Америку. Я все-таки смотрю с позиции гражданина Российской Федерации и партнерских отношений. То есть это не лучший кандидат ни один, ни другой, но все-таки, наверное, Трамп. А вы бы сами хотели стать президентом США? Нет. Слишком большая ответственность. Слишком большая ответственность. Наверное, нет. Очень большая ответственность. Не знаю. Мне кажется, надо Россию поднимать, а не США. Возможно. И что вы бы изменили? Возможно, отношение к людьми, как минимум. В какой-то степени отношение к женщинам. В общем, извинило бы то, чем я снимаю эти страны сейчас. А вы бы сами хотели стать президентом Америки? Нет. Я люблю Россию и никогда бы не смогла бы миглировать ни в одну страну мира. Хорошо. Была такая возможность, но нет. Люблю свою страну, хочу быть президентом в нашей стране. Вы хотите быть президентом в России? Да. Класс. Спасибо.